книга открытым оком том 15 тема вера вопрос 3010 в первые века люди часто уверовали во христа через чудо а как ныне отвечает игнатий тихонович лапкин в нашей общине есть и такие может показаться что чудо незначительное но для получившего милость от господа это чудо великое придивное кавычки открыты мои родители были неверующими и я жила мирской жизнью не зная бога вышла замуж родились дети и и они выросли неверующими в 1982 году у меня на руках приключилась экзема которые долгое время не могли вылечить никакие врачи моя тетя груня верующая посоветовал мне ходить в церковь и молиться о своем недуге я последовала ее совету начала покупать нужную литературу учить молитвы на богослужение многого не понимала из-за славянского языка но ходила и молилась и стала моя болезнь постепенно проходить настал день когда господь меня полностью исцелил это было для меня откровением силу бога не нравилось в храме то что прихожане разговаривали ходили по храму во время службы себе я чувствовал там одинокой прихожу одна и ухожу никем незамеченная стала по радио слушать передачи на библейскую тему но получилось как то так что слушала конец этих выступлений и не знала кто их ведет и когда они еще будут и вот в один субботний вечер никольском храме я встретил свою знакомую тарасовую лидию павловну она мне рассказала что ходит на занятия в политехнический институт где занятия ведет лапкин игнатий тихонович выступление которого я слышал я слышал по радио занятия ведутся по изучению библии в марте 1996 года я пришла первый раз на занятия в это время изучали деяния апостолов глава 13 и с этого времени я стала регулярно ходить на занятия если раньше читая библию я многого не понимала то на занятиях давалось толкование библии в скором времени мне разрешили посещать службы креста воздвиженской общины а 18 августа 1996 года я приняла крещение с полным погружением в озере села потеряевка мамонтовского района я была зачислена в члены общины если сравнить службу в креста воздвиженской общине со службы в других храмах то это как небо и земля там одиночество неудовлетворенность а здесь большая дружная семья который и узнает и поможет и поддержит в трудную минуту службы стали приносить душевную радость господь стал для меня источником радости и опоры надвигающиеся объединение церквей у меня вызывает вызывает беспокойство за прочность состояния в будущем нашей общины мое мнение лучше бы этого объединения не было кавычки закрыты зубрицкая александра ивановна в девичестве яшина телефон 45 62 58 кавычки закрыты значимость наша в собственных очах так велика как нам не осознать иной сморчок давно в грехах зачах и помнит в марте в матерщине только мать но как цепляется за жалкую жизнёшку спец пистолетом с финкой под подушкой и кажется себе таким хорошим что мило дорого и недругом послушать мы тянем одеяло на себя готовы лакомым кусочком подавиться в душе берлоги все драконы спят в любой момент за нас пойдут со свистом не прикоснись и слова не скажи такие недотроги из цк кпсс мгновенно выхватим мои таган ножи во всем величие не человек а без не о другом а о себе вещаю так и ломился бы бульдозером в карьере мы легче пустоты с нажитыми вещами со страхом прошлое на нынешнем примере узнал услышал за мои грехи во искупление меня иисус страдал дела мои как эпикриз плохи другим бы стать о том не раз рыдал благословен тот дом из книгой стол так книга иисусова послания с креста голговского меня коснулся стон я с даниилом пал на согнут на согнутые длани запленных там был выкуп совершен моя цена дороже всех сокровищ ценил я ранее лишь хижину горшок с тех пор с душой и телом манер общим пора земли пластает боль жилье пусть без меня любуются природой для господа я ценен и больной без девальвации дефолтов и за гробом 15 февраля 2006 год игнатий тихонович лапкин